Еще несколько лет назад о понятии территориальное общественное самоуправление знали единицы. Добровольное объединение людей или сокращенно ТОСы стали создаваться для решения проблем, имеющихся на конкретной территории. В Ульяновской области создано уже 152 ТОСа. Если раньше львиная их доля базировалась в Ульяновске, то теперь активность проявляют и другие муниципальные образования нашего региона. В целях дальнейшего развития и совершенствования этой системы в 2016 году по инициативе губернатора Сергея Морозова была создана Ассоциация ТОСов Ульяновской области. На учредительной конференции в январе 2016 года губернатор Ульяновской области сказал, что через два месяца у него будет своя региональная ассоциация и мы будем тесно работать. Очень приятно, что политики такого уровня держат свои слова. И не просто сдержали слово, а вывели ассоциацию в лидеры среди остальных субъектов. Эксперты федерального уровня отмечают, практика Ульяновска по развитию территориальных общественных самоуправлений одна из лучших в стране. Надо отдать должное. Там есть очень много ТОСовских компаний, которые работают, ну давайте скажем так, не хуже, чем в других регионах, а в некоторых они у нас передовики. Мы наравняемся на них, советуемся, учимся от них и думаем, что в ближайшее время мы в Ульяновске обязательно проведем наши ТОСовские мероприятия. Общественные организации объединяют почти 200 тысяч человек, что составляет более 20% всего населения нашего региона. При этом количество многоквартирных домов, входящих в ТОСы, превысило тысячный рубеж. На этом областная ассоциация останавливаться не собирается. ТОСы в Ульяновске – тот инструмент, при помощи которого органы местного самоуправления города совместно с жителями решают многие жизненно важные вопросы. Среди них не только проблемы, но и развитие комфортной городской среды, содержание дворовых территорий, проведение спортивных и развлекательных мероприятий. На сегодняшний день мы получаем, как сказать, разработанную программу совместного с правительством, где выделяется непосредственно 52 миллиона денег в комфортной городской среде именно на ТОСы. Вот мы сейчас тоже прорабатываем, как это все будет взявляться. Кроме того, будет взявляться цены и субсидии, субсидии, в районе 100 тысяч, мы же прорабатываем, как это все вопрос. Полностью правительство станет взаимодействовать. На сегодняшний день самая близкая власть – это, конечно, ТОСы, те, которые подходят к народу. И сегодня комфортное проживание жителей на территории городов, конечно, связывается с ТОСами. Сегодня ульяновские практики приводят в пример остальным регионам России. В некоторых частях страны такое понятие, как ТОС, еще только входит в обиход жителей. Поэтому опыт других, уже развитых в этом направлении соседей, им просто необходим. Опыт ульяновской области нам очень интересен, потому что, как мы услышали из выступления наших коллег из Ульяновска, опыт там достаточно серьезный, специалисты грамотные. И мы хотим присутствовать на мероприятиях, которые будут проводиться в Ульяновске. Ульяновск очень много лет уже идет в лидерах. И история про все, что было сделано на территориях, во дворах Ульяновска и в рамках Дня соседей, и история с парадом техники упорочной, и история с информационным составляющим, и подходом, и все остальные вещи, они идут по России. Результат не оставил себя долго ждать. Ульяновской ассоциации было предложено вступить в Общенациональную ассоциацию ТОС. Сюда входят представители 68 субъектов страны. Есть стремление, если чему, будем совместно с Общенациональной ассоциацией ТОС двигаться в направлении развития. А это значит, что не только предложения региона будут услышаны, но и проблемы будут решаться гораздо быстрее. Правительство Ханты-Мансийска уже пригласили Ульяновскую ассоциацию на международный гуманитарный форум гражданские инициативы регионов поделиться опытом на дискуссионной площадке по развитию ТОСов. Вполне возможно, что следующий съезд Общенациональной ассоциации ТОС в 2018 году пройдет именно в Ульяновске. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова